Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня давайте проанализируем график LINK или Chainlink. Я хочу сказать, что мы периодически обсуждаем этот токен. Конечно, он входит в топ-20, в топ-30. Соответственно, это токен среди ключевых по разношенной капитализации. И вот сегодня мне знакомый, точнее, это было вчера вечером, он мне говорил о Chainlink, что он когда-то купил и пока ждет. И вот поэтому я решил сегодня посмотреть на цену токена Chainlink, потому что меня попросили. И, соответственно, я хочу сказать, что я заметил, что на русском языке я не анализировал Chainlink больше месяца. Вот на английском два раза за последний месяц я его анализировал. То, что традиционно раз или два я всегда вместе анализирую каждый токен. Но вот Chainlink я заметил, что на русском не проанализировал. Поэтому давайте я сегодня поговорю немножко о графике Chainlink, с которой мы в известной степени хорошо знакомы. И хочу начать с тем, что в начале прошлого года, мы знаем, был сильный рост. Здесь была маленькая консолидация или пауза. То есть это было в конце 2020 года. Вот оно движение практически в начале прошлого года. Потом маленькая пауза, достаточно волатильная такая, соответственно, во время которой рисовались новые исторические максимумы. Затем коррекция, молот, который сформировался летом и отскок. На самом деле здесь хочу напомнить, что можно сказать, что это некий дочь с длинными ногами. То есть, ну, конечно, здесь медвежье тело, но напоминает немножко дочь, потому что здесь очень большая верхняя тень, большая нижняя тень. Мы это обсуждали. Потом отскок свеча медвежья, которая нарисовалась в ноябре. И с того момента, как и на графиках других ключевых криптовалют, нарисовалась череда из медвежьих свечей, у которых упускались максимумы и упускались минимумы. Мы это обсуждали. Соответственно, для меня это всегда медвежий сигнал, когда есть медвежьи свечи, у которых максимумы и минимумы упускаются. Да, когда, конечно, в конце такой череды, или мы же не знаем, если это конец череды, но когда видим, что свечи уменьшаются по размеру, это говорит о том, что медвежье давление уменьшается. И здесь у этих свечей было тело чуть меньше, чем у этих. То есть это говорило о том, мы это обсуждали, что заканчивалось уже такое сильное медвежье давление, но это ни в коем случае, как я и тогда говорил, не является бычьим сигналом. То, что уменьшается медвежье давление, это не говорит, что рынок вот развернется и пойдет вверх, потому что нет ничего бычьего. Соответственно, мы это обсуждали. Потом наступила пауза, маленькая бычья свеча, которая практически имела максимум, ну, примерно на уровне предыдущего и минимум примерно на уровне предыдущего. Ну, может быть, чуть выше, тут чуть ниже, но я имею в виду, что уже не было такого резкого снижения максимумов и минимумов. То есть это был бычьим сигналом, что да, здесь уже появляется поддержка. Но я хочу сказать, это не бычий сигнал на покупку, это маленький бычий сигнал показывает, что здесь появляется поддержка. Соответственно, что потом произошло? Однако, в апреле, вот свеча уже закрылась, сегодня 1 мая, нарисовалась медвежья свеча. Эта свеча уже закрылась. И она имеет медвежье тело, которое значительно больше по сравнению с предыдущими. И здесь медвежье поглощение. Это говорит о том, что возобновляется медвежье давление. То есть здесь есть медвежий сигнал. Возобновляется медвежье давление. Однако, здесь, если посмотреть на предыдущую маленькую паузу, которая когда-то наступила во время этого сильного роста, можно предположить, что здесь может в любое время появиться поддержка. Да, возобновляется по свечам последним медвежье давление, но кажется, что здесь это в пределах предыдущей вот этой паузы. И здесь может наступить некая поддержка. Поэтому следим за ситуацией. То есть, бычьего сигнала нет, но есть потенциальная поддержка. Чисто на фоне предыдущих свечей. Итак, это на месячном таймфрейме. Переходим на weekly. Недельный таймфрейм. Рост в начале прошлого года. Ну, это конец 2020 года. В начале 2021 года. Вот он рост. Сильное падение, отскоки. Здесь молот. Практически здесь условно двойная вершина. Я помню, мы об этом практически говорили. И я даже рисовал это и для Leo Finance, когда писал в письменном виде обзоры. Двойная вершина. Будьте на чеку. Мы об этом говорили. И с того момента здесь, давайте напомню, на этой вершинке была падающая звезда, затем медвежье поглощение, движение вниз, отскок, возобновление движения вниз. И мы понимаем, что здесь идет после двойной вершинки здесь. И учитывая вот эту вершину, череда из падающих вершин, также и падающих впадин. То есть, нужно быть очень аккуратным. Здесь нужно быть очень аккуратным. Падающие вершины, падающие впадины, движение идет вниз. Пока нет зигзага вверх, то есть, череда из повышающихся впадин и вершин, я никогда не захожу в рынки. Я не пытался ловить вот такие отскоки. На самом деле, я и тогда это показывал. И когда здесь цена повышалась, мне кто-то говорил, почему ты не покупаешь? Но я говорю, я пока не увижу восходящего тренда, то есть, череда из повышающихся вершин и впадин. Вот, например, как это. И чтобы попытаться еще и некий канал нарисовать. Я говорю, пока я не вижу череду из повышающихся вершин и впадин, ну, зачем мне заходить и пытаться ловить вот эти падающие ножи? Я на финансовых рынках достаточно долго когда-то играл в такую контрстратегию. Соответственно, нет, это не мой подход. Я такие впадины не пытался ловить и отскоки. Пока нет надежного обычного сигнала. Есть и очень много инструментов, по которым можно торговать. Так что здесь еще раз, на недельном тайм-фреме, череда из падающих вершин и впадин нужно быть очень аккуратным. Тем более, что после этого отскока здесь нарисовалось медвежье поглощение. Сейчас идет череда из медвежьих свечей, у которых практически максимум упускается и минимумы. То есть, на уикли медвежий сигнал. Да, все может в любое время произойти. На самом деле, я завтра буду анализировать биткоин. А во вторник начинается двухдневное заседание Федрезерва, если я не ошибаюсь. Поскольку, помню, оно было там 3-4 мая. Если я не ошибаюсь. Но я посмотрю на календарь, думаю, что именно тогда заседание Федрезерва, во время которого ожидается, что произойдет очередное повышение ставки, вот оно может играть сильную роль на графике ведущих криптовалют и многих других финансовых инструментов, в том числе фондовый рынок. Так что мы об этом будем говорить. Я во вторник затрону эту тему. То есть, завтра анализирую биткоин. Во вторник практически поговорю на графике биткоина. И, может быть, если есть время и другие графики, покажу, например, стандартенпур, золото и монетарная политика Федрезерва. То, что мы периодически делаем, может быть, раз в квартал или два раза в квартал, так что и на чейнлинг это может повлиять и сформироваться здесь какая-то впадина и отскок. Но это такая тема, которую мы затронем, соответственно, во вторник. Сейчас дневной таймфрейм. Три скользящие средние. Давайте начнем шаг за шагом. Первая, 30-дневная или месячная. Ну, видно, что она зигзагом идет вниз. На данный момент цена находится ниже этой скользящей средней. И она упала практически еще в ноябре, как и на других графиках. Здесь, соответственно, однако были некие отскоки зигзагом. Но сейчас мы находимся ниже 30-дневной скользящей средней. Соответственно, нужно быть очень аккуратным. Это медвежий сигнал. 90-дневная. Вот ключевой такой уже негативный нюанс произошел в тот момент, когда в конце ноября цена упала и ниже этой скользящей средней. И, соответственно, здесь на отскоке она не смогла ее пересчеркнуть. Но была попытка, но не сохранилась. Цена значительно выше этой скользящей средней. Потом было движение вниз. Здесь очередная попытка сделать прорыв через трехмесячную или 90-дневную скользящую среднюю, то есть фиолетовую линию. И потом произошло движение вниз. Я, как всегда, хочу сказать, пока цена находится ниже ключевых скользящих средней, тем более, что если добавим и годовую, вот она практически годова, я никогда не захожу в рынок. Но если у меня нет такой стратегии, там фиат-кост-эвериджинг, то мне нравится некий проект, некая криптовалюта, вне зависимости от цены. Я смотрю на очень долгий период, периодически, каждый месяц, например, вкладываю маленькую сумму, несмотря на цену. Если такой подход, ну это понятно, это совершенно другое инвестирование. Здесь мы немножко о трейдинге, о таких инвестициях, я говорю, по свечному и графическому анализу. Итак, здесь цена находится ниже трех скользящих средней. Сверху годовая, здесь трехмесячная или квартальная, внизу практически месячная. То есть у нас еще и медвежье распределение скользящих средней. Если, например, мы будем иметь вот такое распределение скользящих средней, то есть бычая сверху 30 дневная, потом 90 дневная, потом годовая. Ну вот тогда практически есть бычий сигнал по скользящим средним на месячном таймфрейме, а здесь практически его нет. Да, есть один тонкий последний нюанс. По сути здесь есть падающий треугольник или нисходящий треугольник. Вот он. Мы пытаемся сейчас выйти вниз из практически, ну можно практически контуры немножечко понастроить, подвигать. Ну идея такова, что мы где-то находимся уже на нижней линии треугольника и пытаемся выйти вниз. Нужно быть очень аккуратным. Пока цена не развернется и пойдет вверх и выйдет вверх и оттуда начнет рисоваться зигзаг, я не считаю, что этот треугольник срабатывает в качестве фигуры продолжения тренда. А тренд до этого был восходящим, соответственно она может не сработать в качестве фигуры продолжения тренда. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным, потому что мы пока далеко от такого сценария. Мы сейчас тестируем движение вниз. Оно может казаться ложным, но на данный момент ничего бычего не вижу. И последний четырехчасовой таймфрейм. Давайте вспомним, что у нас здесь нисходящий тренд. Соответственно это череда из падающих вершин и падающих впадин. У нас здесь клин нисходящий, сужающийся клин. В последний раз мы когда его обсуждали, видели, что практически цена начинает тестировать линию верхнюю границу практически канала или клина. Прорыва не было, то есть она сработала в качестве сопротивления. Соответственно сейчас движение внутри клина или внутри нисходящего движения идет. Череда из падающих вершин и падающих впадин. Еще один раз, пока я не увижу прорыва вверх и на четырехчасовом таймфрейме из клина и попытки формирования череды из повышающихся впадин и вершин, то чтобы я тогда спокойненько нарисовал некий восходящий канал или клин. Вот пока нет такого, я не вижу смысла пытаться для себя ловить впадины, потому что я знаю, что вот эта контрстратегия пытаться ловить впадины, она достаточно опасна. Хотя, как я всегда хочу пояснить, что да я понимаю, если кто-то поймает такую впадину, вот допустим кто-то здесь зашел на 10 долларов, ну давайте посмотрим на цену, на 13 долларов, здесь вышел на 18, то есть заработал грубо 5 долларов вверх, да пусть даже и 4 доллара, если бы это было. И здесь покупая на 13, на 30 процентов, это хороший заработок в течение практически марта, то есть даже в течение там трех недель 30 процентов, имею ввиду без кредитного плеча, я никогда не пользуюсь кредитным плечом, уже давно. Это очень хороший заработок, да, кто-то мне скажет, кто-то там пропустил. Без сомнений, каждый уже сам для себя решает, но я падаю на ножи, пока не увижу восходящего тренда, в рынок не захожу. Итак, у меня на самом деле, друзья, на этом все по графику Chainlink. Спасибо за ваши просмотры, поделитесь вашим взглядом по графику Chainlink в качестве комментариев ниже этого видео. Я вам всем еще раз хочу напомнить, что завтра обсуждаем биткоин, всегда по понедельникам, а во вторник начинаю говорить о монетарной политике Федрезерва на графике биткоина, например, и как это практически повлияло, влияет что в цене, что не в цене и так далее. На самом деле у меня на этом все, спасибо за просмотры, удачного вам дня, много прибыли, если торгуете сейчас и до следующего обзора. Еще раз спасибо за просмотр. Продолжение следует...